Литературный привет с севера получат жители Крыма. Сотрудники этнокультурного центра отправили в подарок крымчанам более 10 книг с лучшими произведениями ненецких писателей. Здесь знаменитый сборник «Пульс современной литературы» ненецкого округа, где 34 писателя и поэта. Здесь наш бренд, журнал «Пунушка», который выходит для детей на русском и ненецком языках. И, конечно, вот такие серьезные книги, как «Тыковылка». Мы старались просто дать представление о культуре ненецкого округа, чем тут дышат. В принципе, эта книга, этот сборник достаточное представление дает, как и другие. По словам сотрудников этнокультурного центра, эта посылка – не единственный литературный подарок ненецкого округа другим регионам. Наши книги читают по всей России – от Калининграда до Владивостока. Самая масштабная отправка была несколько лет назад, когда мы в Петербургский университет педагогический имени Герцена отправляли. Тогда у нас было издано, наверное, сотню книг, все комплекты «Пунушки». Я помню, как сейчас, на большом столе мы просто разложили это все и сами удивились, как много успели издать. Вместе с литературными произведениями крымчане получат и приветственный адрес. Мы, жители Ненинского автономного округа, посылаем вам в Крым горячий привет с берегов Белого, Варенцева и Карского морей, с нашей северной государственной границы. Книги получат два адресата – Управление по делам молодежи в Севастополе и Библиотека имени Пушкина в Симферополе. Акция проводится по инициативе Росмолодежи. Улица 60-го октября, Пирамайская, улица Ленина, улица Улучейского и целый ряд других. В Ненинском краеведческом музее стартовала эстафета «Года добра». Сотрудники музея организовали ряд благотворительных автобусных экскурсий по историческим местам и достопримечательностям города Наринмара. По культурному маршруту уже прокатились постояльцы пустозерского дома-интерната и посетители комплексного центра социального обслуживания. Всего за час им рассказали самые интересные факты из истории Наринмара и искателей с момента рождения до настоящего времени. А еще интересные факты из жизни некогда крупнейших предприятий лесопильного завода «Стеллополяри», рыбокомбината, морского порта и, конечно, героическая страница округа. Это обелиски и памятники. Я по профессии педагог, работала в школе с детьми и в то время, когда я работала, уделяли большое внимание патриотическому воспитанию. И вот все, что сегодня рассказывали, это все освежило в памяти, так приятно, прямо вот сумку задело. И все родила в 1949 году, и поэтому город менялся на моих глазах. Вот эти все памятники, когда закладывали, всегда открывали, торжественно, интересно. Знала личного участника, вот этого, не участника, хозяинного Лазаря. Он выжил из этого, с гусира комсомолец, жил напротив нас в доме. Большое спасибо организаторам, все было здорово, и ведущие замечательные. Следующими в увлекательное путешествие отправятся воспитанники детского дома, ученики средней школы имени Пырерки и представители общества инвалидов. Археолог Овсянников. Путь встреч солнцу. Выставка под таким названием открылась в доме Шевелевых. Она посвящена 80-летию археолога, доктора исторических наук Олегу Овсянникову. Он был первым, кто начал систематические раскопки на территории региона. Это он открыл городище и святилище на реке Гнилке, где были найдены тысячи артефактов, рассказывающих о жизни загадочного племени Сихирти, проживающего по обе стороны Урала в Донецкий период. Теперь посмотреть археологические находки, сделанные исследователем Заполярья, за несколько десятилетий могут все жители округа. Арочная шумящая подвеска являлась женским украшением. В большинстве случаев представленные экспонаты относятся к печорскому звериному стилю. Андрей Попов, заведующий отделом истории Пустозерского музея, показывает элементы женских украшений, найденные экспедицией Овсянникова на Ортинском городище, расположенном в 90 километров севернее Наринмара. Кроме украшений, на этом месте были найдены элементы предметов быта, костяные наконечники стрел и фрагменты орудий. В частности, можно взглянуть на этот кинжал, обнаруженный на Ортинском городище. Его навершие рукояти изготовлено в виде хищной птицы и выполнено в технике полого литья. Кстати, кроме найденных предметов, на месте Ортинского городища был обнаружен и уникальный для арктических тундр Восточной Европы производственный комплекс по обработке металлов, а также фрагменты крепости. Эти находки позволили определить не только планировку городища, но и дали представление о жилищах и занятиях древнего народа, который в русских летописях XI-XIV века называется Печера, а в неинских преданиях – Сихиртя. Всего при раскопке Ортинского городища было найдено около 1500 предметов из черного и цветного металла. И это только часть уникальных находок, ведь раскопки Олегом Овсянниковым проводились на других территориях округа – в Пустозерском городище и на реке Гнилка. И здесь ремесло средневековых мастеров удивляет. Разнообразные подвески – решетчатые, косрешетчатые, крестовидные, кольца, резные гребни, навершия для холодного оружия. Эти находки позволили выделить два периода – время существования городища, XVI век и древнего святилища, которое обнаружено во время раскопок. Там было найдено 2000 предметов из стекла, меди, бронзы, железа, которые относятся к XI-XIV векам. Огромную работу археолога, историка, доктора исторических наук Олега Овсянникова трудно переценить. Он стал не только первооткрывателем городища и святилища на реке Гнилки, для многих он стал путеводной звездой, наставником и учителем. Многие, кто знал его лично, пришли на открытие выставки. Посчастливилось работать с Олегом Владимировичем и Татьяной Журавлевой. Это мы ходили на сопку Сееран, там нужно было перейти речку, и эту речку можно было перейти только в одном единственном месте. И когда мы уже пришли на сопку, конечно, это очень интересно, что сохранилась часть верхушки этой сопки, где есть растительность, здесь ели, где есть какая-то растительность, кругом песок. И Олег Владимирович подошел и говорит, ну как, Татьяна Юрьевна, как вам наши путешествия, наш поход, видите ли вы что-либо вокруг? Я все осмотрела, я понимала, что там могли быть какие-то культовые предметы. Все разглядела, ничего не видела. И вдруг Олег Владимирович прямо у меня из-под ноги поднимает совершенно великолепный наконечник каменного века. Вот так чутье археолога помогало находить вещи, принадлежащие народам несколько столетий назад, которые были изготовлены. Чутье археолога Олега Овсяникова действительно никогда не подводило. Как сказал он в интервью однажды, мы не просто копаем, мы добываем новые исторические документы в их материальном виде. Межрегиональная выставка «Археолог Овсяников. Путь встреч солнцу» будет работать с 16 марта по 22 сентября. Двойное счастье. Праздник близнецов и двойняшек под таким названием впервые прошел в округе. Место встречи село Тельвиску выбрали не случайно. Начиная с 70-х годов, село держит статус самого плодовитого по количеству рожденных пар. Это неординарное событие собрало под одной крышей социально-культурного центра «Престиж» 27 близняшек и двойняшек из разных населенных пунктов округа. Самые маленькие участники праздника – двойное счастье – близнецы Владислав и Сергей Захаровы. Мальчишкам чуть больше года, по словам мамы Дарьи, они делают все одновременно – кушают, спят и даже зевают. «А так нас даже в родильном отделении перепутали. И Сережу мы покормили два раза. А Слава не ел. Вовремя заметили. Но мы недавно к окулисту ходили на прием. Я зашла сначала с одним, потом вышла, зашла со второй, мне к окулист спрашивают, что вы что-то забыли? Я говорю, нет, я второго принесла. Тянутся они друг к другу? Да, 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 они друг без друга вообще не могут». Не могут друг без друга и сестры Вероника и Анжелика Зотова из Наринмара. Поэтому надолго девчонки стараются не расставаться. «Очень долго это было, когда ее в больницу положили. Я прихожу, а ее нету дома. Ее в больницу забрали. У меня паника. Она еще не отвечает на звонки. Переволновалась». Вероника и Анжелика не только чувствуют друг друга на расстоянии, но и думают одинаково. «Мы даже очень часто говорим одно и то же. Вот идем по улице, молчим, молчим, а потом знаешь что? И там что-нибудь скажем, но все равно начнем одинаково говорить». Таких одинаковых, как сестры Зотова и братья Захаровы, на праздники приехало еще 25 пар из Наринмара, Нельминосо, Хангурея, Красного, Неси и других сельских поселений. Если самым маленьким было всего год, то самым старшим – 62. Двойняшки и близняшки рассказали увлекательные истории своей жизни, а обладатели двойного счастья родители поделились опытом воспитания сразу двух детей. Самые талантливые двойняшки приготовили для зрителей творческие номера.